Добрый день, уважаемые друзья! Продолжаем изготавливать снегопорочную машину. Сегодня мы будем делать раму под саму конструкцию. Для того, чтобы точно определиться с шириной рамы, я собрал конструкцию вала целиком. Как будет, предварительно. Теперь можно замерить рулеточкой, какая у нас будет ширина именно самой рамы. 77 сантиметров. 77,5 если точно. Значит, моя рама должна быть 77,5. Теперь я делаю раму по этим размерам. Теперь еще. Надо определиться с диаметром самого шнека. Я так прикидывал, ну, порядка 30 сантиметров. Потому что в зависимости вот этого диаметра у меня и рама, соответственно, будет иметь выход ближе или дальше. Нам надо сделать минимальный выход, чтобы она была более-менее жесткая. Так, материал для рамы. Есть профиль 50-й. Есть уголок б.у. 50-й. Не знаю, какой лучше. Буду смотреть. Чтобы как-то определиться с рамой, решил выложить вот так вот на кирпичиках. Центр у нас вала должен проходить приблизительно по вот этому болтику. Получается почти 17 сантиметров. Ну, ладно, пусть будет 16. 16,5 сантиметров получается до земли. Плюс сам шнек будет немножко от земли, конечно, приподнят. Итого, он будет 30. Вот такой вот. Может 35 все-таки. Все решено. 35. Надо немножко подложить под кирпичики. 17,5. Почти 18. Ну, вот так. Теперь можно видеть его ширину. Как он будет выглядеть по отношению к мотоблоку. На раму буду использовать профиль 50-й и уголок 50-й. Сварю вот таким вот образом. Такая будет рама. Сейчас прихватываю и провариваю. Думаю, будет крепко даже и излишне. Ухлад. Так, вот такая получилась у меня рама. Основа. Процессы сварки его не повело. 78 осталось. Теперь эту конструкцию надо закрепить вот в этом месте. Сверлю отверстия 4 штуки. Подходящие болты. И вообще мысль пришла интересная. Этот вал ставить не сверху рамы. А как бы перевернуть ее вверх. Низом. В этом случае мне удачнее будет крепить сам вот этот профиль к станку. Попробую. Вот таким образом оно будет стоять на самом мотоблоке. Я там мелом нарисовал, где должны быть отверстия. Сейчас их просверлю. И можно уже закрепить. Посмотреть, что получится и с ремнем. Еще у нас есть такая позиция, как натяжение ремня. И как он будет проходить. Не будет ли мешать. Вот предварительно закрепленный уже полностью на мотоблоке. Ну, в итоге отказался от болтов, которые торцевые были. Поставил вот этот уголок. И здесь у нас двигатель натягивается. Такая вот есть прорезь. Соответственно, поставил болт. И тем самым могу, отодвигая вот эту всю конструкцию, натягивать вот этот ремень. Он будет, при натяжении будет отходить с этой стороны и приближаться сюда. Запас достаточный. Так, на сегодняшний день все заварено. Вот таким вот образом. Здесь, где будет ремень, здесь будет стоять кожух, который будет защищать его от снега. Я не думаю, что он будет какое-то делать особое влияние. Я уже заводил его. Вибраций особых нету. Поэтому, можно сказать, благополучно. Конструкция полностью собрана. Из тех частей, которые мы вырезали, сварен шнек и выбрасыватель. Видно, на нем я приварил некоторые кусочки металла для балансировки. А также сам по себе само устройство поднял на таких вот двух лыжах, чтобы оно шло не по земле, а на расстоянии там несколько, там два, наверное, сантиметра, или может быть три. Это не сыграет роли для того, чтобы чистить снег. Но, в то же время, всякие камушки, неровности не будут мешать нормальной работе этого устройства. Дальше. Выброс у нас идет вот таким вот образом. Здесь есть откидное устройство, которое можно регулировать, ближе ложить, или открыть на полностью и выбрасывать на максимальное расстояние. оно снимается, его можно снять и перевернуть на вторую сторону. Поэтому у нас выброс направо или налево или вперед. Ну, кому нравится, тот может и назад. Дальше. Здесь я поставил натяжной ролик. Решил, что натяжной ролик будет удобнее, чем всю конструкцию сдвигать, так как она закреплена на растяжках снизу. Ну, оно более-менее цивилизованно. Также сам ремень спрятан. Вот такой вот кожух, чтобы снегом его, чтобы снег не набивался на ролик и не рвал ремень. все это дело выглядит вот таким вот образом. В настоящее время жду снега, которого в этом году нет. Сегодня 28 декабря 2017 года. Так что следующее испытание у нас уже будут в поле, так сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok